здравствуйте граждане стендовые моделисты начинающие продвинутые и профессионалы сегодняшнем видео мы разберем что такое отбеливание что такое нагортование и что такое отжиг это обязательно может вам пригодиться итак представим себе что у вас есть необходимость сымитировать пружину ну например в 35 масштабе ну например для какого-нибудь автомобиля модели автомобиля для подвески или есть потребность изготовить кольца определенного диаметра ну не знаю там кольчугу вы плетете в большом масштабе допустим что угодно и так у вас есть у нас есть у вас у нас есть материал вот такая вот проволока она имеет такое лаковое покрытие что нехорошо от него нужно избавиться но основной проблемой может быть это пружинистость материала вот давайте попробуем раз ведь как она пружинит нет сюда сюда вот таким вот образом но это конечно никуда не годится но почему необходимо осуществить этот самый отжиг сейчас давайте и разберемся итак у нас есть танговый патрон с тангой вот у нас есть оправка потому что же такое попасть то не могу поправка то есть обыкновенный такой штырёчек металлический ну вы естественно посчитали там какой в диаметр должен быть какова толщина проволоки должна быть допустим как это сделать мысли навить вставляем сюда вставляйся давай ну есть такое дело да есть видно да так видно хорошо оставим вот столько в идеале конечно здесь должно быть отверстие но у нас не идеал как говорится заклинить проволоку можно другим способом просто-напросто вот есть щель такая между лепестками вот сюда нужно ввести вот это вот немножко этой проволоки и загнуть то есть заклинить так поправить видно не видно что ж такое а вот теперь видно вот так вот подожмем и у нас проволока заклинена начинаем навивку аккуратненько виток витоку так видно да хорошо постепенно начинаем накручивать вот крутим 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 кручу верчу как там запутать хочу да но это не из этой оперы конечно главное что в резкости было вот постепенно у нас проволока накручивается накручивается сейчас мы этот процесс ускорить наверное не можем в любом случае так наверное видно и так наверное в резкости да хорошо вот вроде как почти что закончили и самый главный момент сейчас отпускаем и видим что проволока у нас обратно раскрутилась немного но это есть вот у нас имеет свободный ход ну для того чтобы вот избавиться от этих двух проблем как-то пружинистость и лаковое покрытие необходимо осуществить как я уже сказал отжиг материала вот чем и как это сделать дальше мы разберем подробно и так прежде всего конечно необходимо вот такая вот газовая горелка ну давайте так положим их сейчас огромное количество в ассортименте имеется в виду данная продавалась в комплекте как то газовый паяльник там со всякими причиндалами но мы рассматривать это не будем вот отдельно газовая горелка из чего состоит вернее как не управлять давайте так это вот включил выключил то есть подача газа и отключение снизу у нас регулировка факела вот этим вот регулятором с тыльной части так видно да клапан для заправки газом ну и так сказать бонусом такая вот подставочка интересная удобная скажем так естественно нужен газ вот такой вот используется главное чтобы он был качественным и естественно необходимо то чем это поджигать по большому счету ну то есть зажигалка так где там видно да вот так хорошо ну основной показатель скажем так это вот факел который выдает горелка он должен быть и небольшим и не слишком маленьким но как вот как иголочка но вы его увидите когда мы будем уже процесс непосредственно проходить отжигом дальше сейчас мы это уберем куда поставить эту штуку но давайте сюда дальше пинцет вот такой вот обратный обратный он разбирался у нас в видео инструмент часть 1 ссылку оставлю в описании вот есть изогнутые губки есть такой же сейчас секунду такой же только с прямыми губками ну тут просто чисто удобство кому так удобно кому с изогнутыми удобно можно вообще взять обыкновенный пинцет вот такой и тоже прижать заготовку и все будет в порядке ну и конечно же наш черный друг скажу так потому что данный вот инструмент имеет специальное покрытие черную данном случае черная которая не боится кислотно-щелочных растворов об этом пинцете тоже рассказывалось в инструменте часть 1 ссылку и как я уже сказал оставлю в описании вот он может пригодиться но есть так это пока в сторону давайте это пока в сторону эту сторону естественно отбеливающий раствор вот такой вот далее две плиты скажем такие стальные вот они тяжеленькие с неплохой поверхностью ровной это эталоны твердости вот они очень даже пригодятся в нашем деле так ну вода естественно ну какая-нибудь салфеточка сюда же в общем вот такой вот инструмент давайте положим все-таки буду изогнутым пользоваться до химия и и две плиты с инструментом разобрались дальше одну газ естественно я показывал газ вот он газ дальше приступим к практической работе итак возвращаем нашу проволоку в изначальное состояние в смысле ровное да таким вот видно по диагональке чтоб красиво было так сказать в смысле о композиции композиции да без плоскогубцев не замысловато при помощи грубой физической силы скажем так дальше две плиты о которых было сказано ранее методом методом выкатывания пока не получается а ну еще раз о получается таким вот образом выравниваем ну почти что как было скажем так далее пинцет как бы так чтобы вам было видно хорошо ну давайте вот так и сделаем просто до 1 и прихватить видно до 1 и прихватили вот по факту вот так вы выравниваем чуть-чуть до чтобы было красиво дальше у нас горелка газовая ее нужно поджечь открываем газ даем ну а ну еще раз я не понял шутку юмора ну как вам сказать не то что факир был пьян как я люблю говорить да но получилось скорее всего просто напор был сильный и она сбивала друг друга скажем так но вот чем горит ура пламя вот такое нам давайте чуть больше сделаем его да вот такое теперь я приложу линейку на всякий случай для наглядности вот она у нас примерно вот такой вот длинный видите да начинаем отжиг так все ли видно вам по диагонали елки-палки не всегда это удобно а вот так да ну давайте то аккуратно вводим лак сразу начинает обгорать как вы видите то что нам не нужно обгорает обгорает ну и хорошо и вот такое покраснение необходимо протянуть по всей длине проволоки вот она видно видно хорошо но мне видно вам не знаю должно быть тоже видно естественно губки мы не трог губки мы не трогаем не нужно их перекаливать просто возьмем вот так вот и вот так вот поменяем сторонами да а можно и так пинцетом о нем дрожит да вернее она дрожит вот так вот можно и можно и пинцетом двигать в общем как угодно до отожгли собственно все под погасить потушилась хорошо собственно все о видите какая мягкая сразу стала то есть податливая хорошая проволока у нас получилось но возникла другая проблема как то непосредственно появилась так называемая окалина в процессе отжига и вот убрать ее можно только лишь вернее так правильно будет только лишь химическим способом способ называется отбеливание почему механическим нельзя ну вот представьте себе что вот взяли мы наждачку сюда да вот взяли прихватили проволоку с двух сторон и начинаем вот шкурить раз два три а окалина держится крепко кстати и вот это вот силу которую мы прикладываем хватит для того чтобы произошло растягивание нашего материала а если он будет растягиваться то произойдет нагартовывание а нагартовывание это возвращение в изначальное пружинистое состояние то есть получается что отжиг наш ну пропал собственно был выполнен зря скажем так посему отбеливание химическим способом правильный метод что для этого нужно как было заявлено ранее в этом волшебном флаконе этот самый волшебных раствор скажем так а именно серная кислота плюс вода в соотношении 50 на 50 не обращайте внимание на цвет потому что как-то раньше я чего-то там пытался экспериментировать добавил какой-то химикат он дал желтый цвет на отбеливание он никак не влияет если вы сами приготовите отбеливающий раствор из воды и серной кислоты он будет абсолютно прозрачный помните пожалуйста лить кислоту в воду это железное правило серную кислоту также можно заменить азотной кислотой в том же процентном соотношении как говорится приступим но перед тем как приступим все подложим сюда ну такое тверденькая да такое вот измученная у нас есть поверхность открываем наверно даже без пинцета нашего спецназовского как я его называют черный спецназовский пинцет обойдемся потому что нам хватит давайте одну сторону подогнем так не так неудобно ставим пока в сторону подогнем вот таким вот образом аккуратно да ничего не будет страшного не произойдет ничего вот так видно да хорошо прихватимся за противоположную сторону и погружаем нашу проволоку в раствор вот так под наклоном да вот вы видите как происходит отбеливание относительно быстро кстати то есть раствор еще не истощен так 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 давайте так тихо-тихо немножко не не сориентировался в воду теперь обязательно сразу же чтобы остановить реакцию потому что данный раствор он и на медь действует тоже не плохо действует да просто ее и растворяет скажем так теперь выровняем видно да давайте так перевернем таки вот макар немножко неуклюже получается ну граждане уж извините сложности съемки так это мы сюда вот воду в кадр да хорошо обратную сторону точно также погружаем в раствор и ждем нашего отбеливания все готово это в воду пока чтобы остановить реакцию как я уже говорил закроем естественно так это все по сторонам и вот у нас такая промытая красивая чистая медная проволока разогнем аккуратно тянуть особо нельзя как я говорил чтоб не было нагартовывание возьмем наши две плиты и подровняем ну культура производства аккуратненько тут уже проще материал стал мягким податливым вот выровняли собственно наша проволока готова чтоб так сказать сделать ней навивку и так дальше мы вернемся к наш выполнению нашей задачи и так наш материал готов то бишь медная проволока возвращаемся процессу навивки наше приспособление с оправкой которая закреплена цанговый патрон продеваем проволоку или вставляем проволоку в расстояние которое есть между лепестками так видно вам до загибаем тем самым переклинив ее проволоку прихватываем вот таким образом чтоб было удобно и начинаем вращение аккуратно виток к витку давайте вот так да я мало вижу плохо вижу вернее очень мелко но ничего надеюсь что мы аккуратненько все это сможем сделать и без и кажется не вооруженным глазом до аккуратненько у нас то нифига у нас не аккуратненько давайте еще раз да а вот теперь пошло аккуратненько нет не аккуратненько ладно давайте один и один зуба так это будет не очень еще раз перехлёст не в ту сторону так хорошо чё страшно поправим сейчас все так видно да давайте еще раз поехали аккуратненько начинаем навивку о пошло дело потихоньку по чуть-чуть видно да хорошо процесс такой аккуратно аккуратно заканчивается на вот все есть такое дело можно замкнуть вот таким вот образом поджать к цанговому к лепесткам цанги о и вот у нас получается плотненькая такая навивка должно быть видно да ну и замечательно в общей сложности весь процесс вот он был перед вами так сказать ну давайте уже тогда получим какой-то результат чё же мы просто так мучились что ли напрасно да давайте сделаем кольцо или несколько что для этого нужно подобрать какой-то вот мягкий такой вот материал это у сапожников я чё-то покупал как он называется поле там какой-то в общем вот так вот нужно будет приложить упереть вернее и вот таким ножом произвести расчленение ну я шучу конечно разрез осуществить разрез нашей навивки почему именно материал где подложка до опора даже так скажем должен быть мягким потому что если взять что-то твердое твердое например сталь или алюминий либо медь неважно при разрезе нагрузка достаточно серьезная так куда это я уехал ну конечно возвращайся а вот то есть нагрузка будет достаточно серьезная и с обратной стороны наша навивка вот примерно здесь может расплющиться а если брать вот выше указанный материал то такого не произойдет и так опять вооружаемся а линзой так сказать принимаем удобную позу полу лежачую потому что сейчас подбородок будет чуть не сказал на подоконнике на столешнице да важно чтобы так еще поедем все не 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 вот сюда подъедем да хорошо важно чтобы не произошло со скока вправо или влево потому что естественно кольцо раскроется но будет испорчена так ну что начнем процедуры то прижали прижали так взяли и аккуратно начинаем пытаться разрезать процесс не быстро кто-то шапелялю потому что подбородок не мешает говорить до процесс не быстрый нужно постараться аккуратно это все дело сделать ну давай не хочешь да ну давай перехватим тебя тогда нож перехватили попасть нужно уже в надрез такой получился у нас есть аккуратно ну 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 давай и оба заветный щелчок вот она как говорится есть ну первое кольцо конечно у нас по-моему бракованная да а ну если обжать будем считать бракованная там не до конца она не вне полная а вот это вот колечко от халина уже имеет правильную форму сейчас ее нужно обжать его вернее нужно обжать потому что когда лезвие вошло проволоку она расширилась как вы понимаете она ну да кольцо имеется ввиду да так обжали снимаем аккуратно сняли да отлично так чего нам нужно дальше дальше нам уже пинцет потому что у нас есть вот перекос двух половинок его нужно исправить это очень просто делается в общем сейчас одну секундочку просто нажать аккуратно и поставить на место все кольцо готово плотно прилегает имеет хорошую форму имеет имеет видно видно замечательно естественно место разреза вот здесь нужно так сказать обработать паяльником ну в смысле припаять и будет цельная относительно прочное кольцо давайте положим на что-нибудь такое уже поменьше его так где-то там а вот ну вот чтобы получить одно вот такое колечко придется пройти тот путь который вы смотрели предлагаю составить так сказать заключительный натюрморт финальный чего что мы вообще использовали для этого колечка чтобы произвести ну газовая горелка да у нас вот она давайте по диагональке так красивенько попробуем естественно оббеливающий раствор сюда пока поставим значит пинцет такой вот у нас есть он виден да не виден давайте с другой стороны не видно ну вот так вот положим нож вот такого плана есть ну вода ну и приспособление естественно без которого никого никак это ничего не сделаешь вода была пусть будет в кадре такая крупновато конечно ну да ладно ну и в общем то ну пинцет еще вот такой дополнительно сюда положили вода так вот так вот ну хай так и будет ну естественно в горелке газ заправлен да вы понимаете в общем то технология показана основные моменты обозначены надеюсь кому-то было интересно надеюсь для кого-то было полезно подписывайтесь ставьте там желательно положительные коллеги лайки эти там как они называются спасибо вам за внимание и до новых встреч